Конструктор страниц Elementor на WordPress обновился до версии 2.8.1. Чтобы проверить обновление на своем сайте WordPress, перейдите обновление. Если обновлений нет, нажмите проверить снова. Обновления небольшие, в этом видео я о них расскажу. Больше сделано исправление ошибок и так далее. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, чтобы обновиться, я просто ставлю галочку и нажимаю «Обновить плагин». На этой странице я вижу, что плагин у меня успешно обновлен. Если вам нравится Elementor и вы сомневаетесь, или у вас нет времени, вы можете обратиться ко мне и заказать сайт у меня. Можете звонить мне бесплатно через Viber или WhatsApp. Телефон вы мой видите на экране. А теперь переходим к обзору новинок Elementor. Я перехожу в страницы. Перехожу, например, редактировать главную страницу. Та страница, которая у меня создана в Elementor. Первое небольшое изменение в Elementor. Находясь здесь, в режиме редактирования, я кликаю по иконке гамбургера. Здесь появляется новая вкладка «Предпочтения». Если я сюда перехожу, и здесь у нас новшество смена цвета на светлый или темный. Стоит автоматически у меня по умолчанию. Светлый – это тот вид, в котором вы привыкли работать. И есть вот такой темный. Это получается у нас, видите, все элементы. Все у нас здесь темное. Второе интересное новшество – это цветовая палитра. Если я перейду в колонку, перейду в стиле, перейду в цвета. У нас появилось удалять и сохранить цветовую палитру. То есть, во-первых, зацепляем левой кнопкой мыши за любой цвет. Смотрите, я перемещаю местами, если это мне нужно. Если я здесь определяю какой-то цвет, который мне нравится в палитре, я на этом уровне могу нажать «плюс». И видите, в палитре данный цвет сохраняется. Или вы можете ненужный цвет удалить из этой палитры, если вы больше его не используете. Вы просто зацепляете левой кнопкой мыши, зажимаете левую кнопку мыши на том цвете, который вам не нужен. Так же, как вы перемещали местами, так же, видите, появляется корзинка. Вот так вот. Я просто могу удалять из палитры в корзинку ненужные цвета. И еще одно маленькое нововведение. Если мы перейдем в колонку, перейдем в расширенные, раскроем вкладку «Адаптивность», вы знаете, что элементы в Elementor можно скрывать на разных устройствах. Например, на мобильном устройстве нам не нужно отображать какой-то блок. И для примера я скрою вот этот блок для компьютеров. Скрываю. Здесь что происходит? У нас как бы он становится таким неактивным блоком. То есть, это нововведение говорит о том, что в режиме редактирования это будет вот так вот помечаться, по сути, так подсвечивать для нас, чтобы мы не забыли, что у нас вот это на этом устройстве скрыто. То есть, раньше этого не было в Elementor. На примере покажу вам сайта необновленного. Вот я захожу, вот я зашел в строку «Скрыть на компьютере». Выключаю. Вот этот блок, где у меня «Школа Федора Васильевна» написано, я, по сути, скрыл. Вы видите, никаких изменений нет. То есть, скрывается блок только на реальном сайте, в просмотре реального сайта. А здесь теперь вот так вот будет для нас помечаться, что этот блок у нас скрыт. Другие изменения вы сможете прочитать, ознакомиться на сайте разработчика. Если вам нравится Elementor, то вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Приобретая Elementor по моей реферальной ссылке, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok